Всем привет! Сейчас очень актуальна тема, что подарить на День Святого Валентина. В сегодняшнем видео уроке я вам хочу предложить несколько видов подарков, деланных своими руками. Я сейчас вам покажу, как связать вот такие вот небольшие сердечки. А из них вы можете сделать очень много подарков. Сшейте вот таких 4 сердечка и получите вот такую замечательную подставочку под горячее. Можете немножечко увеличить в размере, а можете в принципе оставить вот такие маленькие. Также сегодня я вам хочу показать, как сделать вот такой небольшой брелочек своими руками, который поднимет настроение человеку, которому вы подарите вот такой замечательный небольшой подарочек Валентинку. Также на примере этого брелочка вы сможете сделать себе помощницу-игольницу, которая станет не только хорошим подарком вам, но и вашей маме и бабушке. Итак, мы начинаем. Чтобы связать вот такую Валентинку брелочек, вам понадобится небольшой моточек пряжи. Можно использовать остатки. Если вы хотите красного цвета, используйте красного цвета. Допустим, берете любого. Я, к примеру, взяла сиреневого. Затем крючок под толщину пряжи. Любое из украшений, что вы будете приклеивать, либо пришивать, прицеплять, в общем, на это сердечко. Теперь вам понадобится либо держачок специальный для брелочка, либо я, честно говоря, буду использовать вот такой небольшой кусочек веревочки тоненькой. И предварительно его я завязала вот так вот здесь на конце в узелок и сделала вот такую своего рода петелечку. Теперь иголочка с большим ушком, ножнички и немножечко наполнителя. Я взяла холофайбер. Хотите, возьмите синтепон, силикон. В общем, у кого что есть, можете взять даже небольшой кусочек обычной ваты. Делаем 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Во вторую петельку от крючка делаете столбик без накида. И продолжаете в каждую петелечку делать столбики без накида. В конце ряда у вас должно провязано быть 7 столбиков без накида. Итак, я провязала 3, 4, 5, 6 и 7. Делаем воздушную петельку и разворачиваем вязание. Теперь снова в каждую петельку делаем столбик без накида. Тоже должно получиться в конце ряда 7 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7. Снова делаем воздушную петельку и третий ряд. В каждую петельку делаем столбик без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова воздушную петельку делаем столбик без накида в каждую петельку. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова воздушную петельку делаем столбик без накида. В каждую петельку делаем столбик без накида. 3, 4, 5, 6 и 7. Как вы видите, мы из 7 воздушных петель провязали 7 рядов и у нас получился вот такой квадратик. Теперь что мы делаем? Находим серединку вот этой стороны, так сказать, между ниточками и делаем накид и по серединке вводим крючок. Где-то, где вы считаете, в серединку. И в серединку провязываем 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали 8 столбиков с одним накидом и там, где у нас вот начало вязания была ниточка, делаем соединительную петлю вот сюда где-то по серединке, вот где у вас ниточка. Сделали соединительную петельку и снова вот от ниточки начинаем до второго края, ищем серединку. Снова накид и в эту серединку провязываем 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И снова в уголочек делаем соединительный столбик. Вот, провязали. У нас получилось, как вы видите, одно замечательное сердечко. Теперь свяжем второе. Если хотите, можете это сердечко обвязать столбиками без накида. Но, честно говоря, в принципе, для брелочка я не вижу смысла. Если вы будете делать игольницу, тогда да. Обрезаете ниточку, крепите с внутренней стороны, с той стороны, где у вас ниточка начала. Крепите вот такими воздушными петельками и обрезаете лишние ниточки, чтобы они вам, в принципе, не мешали. Точно так же закрепите воздушными петельками вот эту начальную ниточку, чтобы она у вас никуда не расползлась и не распустила. И так, в общем, делаем воздушную петельку, закрепляем ниточку и снова обрезаем. Это будет у вас, так сказать, изнаночная сторона. Таких сердечка вам нужно связать два штучки. После того, как у вас готово два сердечка связанных, слаживаете внутренними сторонами серединку и выбираете, какое у вас вышло удачнее, первое или второе. У меня, честно говоря, вышло второе. Ну, почему я так сказала? Потому что оно у вас будет, так сказать, центральное сердечко. Теперь берем, вставляем крючок в серединку первого сердечка и в серединку второго, между волнами. И теперь вот так вот берем, продеваем сквозь них ниточку, делаем воздушную петельку и теперь начинаем сшивать. Теперь сшивать мы будем вот так вот, в одну стеночку, получается, в косичку, во вторую стеночку вводите и вяжете столбик без накида. Снова в одну косичку, во вторую косичку, столбик без накида. В одну косичку, во вторую косичку, столбик без накида. Если хотите, делайте соединительными столбиками. Ну, честно говоря, мне, в принципе, удобно столбиками без накида провязывать. и так провязываете по кругу оставим недовязанным приблизительно где-то сантиметр полтора то есть здесь вот почему я вам говорила можете обвязать столбиками без накида чтобы вам удобно было хотя бы сшивать но честно говоря брелочки я считаю что не требуют лишние затраты ниточки поэтому я в принципе вот здесь вот сшиваю максимально вот как где нахожу в принципе туда крючок вставляю и провязывая столбик я считаю что в принципе на таком маленьком сердечке не стоит делать обвязывание если вы вяжете немножечко крупнее сердечко там конечно можно то есть там обвязываете и примеру пришиваете между собой делая эти как швы в общем делая на подставке на чашки там можете обшить столбиками без накида обвязать ну то есть в принципе как вы считаете нужно чтобы сделать красивый и замечательный аккуратный подарок обязательно запомните что все что вы делаете руками должно быть максимально аккуратно потому что вы вложите свою душу и должно быть видно что все вы рукодельница все у вас получается красиво и замечательно итак пока я с вами поговорила вот я провязала обвязала так сказать прошила сердечко с двух сторон у меня получилось вот эта ниточка начала ее можете спрятать где-то в серединку я ее спрячу в серединку сначала а затем буду делать что делать я буду буду наполнять наше сердечко могу немножечко обрезать кончик чтобы он не такой длинный был а теперь начинаете наполнять ваше сердечко то есть если это к примеру у вас вата наполняете ватой если какой-либо другой наполнитель синтепон и так далее наполняете в общем во внутрь хорошо продеваете пальчиком вашу первую волну сердечко продеваете хорошо в уголочек чтобы она у вас было такое не слишком набитое но и не пустое если вы наполняете ватой то тоже распушите сначала вату чтобы сильно не было забитое и так в общем наполнили а теперь до зашиваем продолжаем вставляем крючок и продолжаем обвязывать зашивать так сказать столбиками без накида до конца то есть вот до самого-самого конца до зашивали и у вас здесь остается буквально одна петелечка чтобы сделать не довязывайте ее а сначала мы вот предварительно еще раз повторюсь завязав кончик если вы делаете так же как я веревочку и вот так вот ее сюда проденьте с узелочком и так продели кончик сначала а затем до сшивайте так чтобы кончик остался в серединке сердечком и так сшиваем столбиками постарайтесь чтобы все-таки серединке он остался чтобы вам потом было легче я вам скажу как его там более максимально закрепить и так вот я оставила здесь веревочку свою узелочек во внутренней стороне и дошивала столбиками без накида свое сердечко теперь обрезаем но оставьте кончик приблизительно там сантиметре как 10 чтобы вам вдеть иголочку в ниточку ниточку в иголочку чтобы вдеваете ниточку и теперь вот так вот колечко ваши вот как бы раскрываете и закрепите сначала ниточку вот так вот проденьте сначала где-то в серединку а а теперь продеваете ниточку в колечко вот так вот и несколько сделайте наметочных таких швов между колечком для чего это для того чтобы закрепить нашу ниточку с узелочком во внутренней части то есть как бы сделать вот такое вот обметывание закрепления чтобы она у вас не выскочила потому что если человек которому вы подарите этот брелочек оденет на ключи то вы сами знаете можно смело порвать вот чтобы не оторвалась вот это вот лямочка так сказать ниточка мы сделаем вот эти наметочные штрихи после этого закрепляем нашу ниточку где-то на невидимом максимальном месте и вот так вот проденьте вовнутрь сердечко и обрезаете ниточку я думаю этого будет вполне достаточно и так наше сердечко основа готова для тех кто хочет сделать побольше размером сердечко просто увеличите количество воздушных петелек и вот эти вот веерки сделайте к примеру не 7 столбиков 8 столбиков а к примеру увеличите на 2-3 столбика к примеру если у вас здесь на небольшое количество петель если вы хотите вот такое сердечко сделать как здесь то здесь нужно делать столбики с двумя накидами вирки а здесь увеличиваете просто квадратик то есть примеру набрали 12 столбиков без накида 12 воздушных петель потом 12 столбиков без накида провязали вам нужно провязать здесь вот 12 13 рядочков для того чтобы потом начать провязывать веерки я надеюсь что вам все осталось понятно и последний момент штришок который мы должны сделать это украсить например можете булавочку продеть либо например булавочку от заглаза как вы знаете замечательно вот опять же для любимого чтобы никакая баба не увела в общем вот так вот либо например какие-то цветочки здесь пришить бусинки в общем вот так украсить просто один можете и то и другое в общем если вам не там допустим можете связать мне вот только что в голову пришла такая замечательная идея как на мой взгляд сделайте допустим разноцветных кучу кучу сердечек и подарить допустим в качестве валентинки либо попарно сделать допустим два зелененьких два розовеньких либо все красненькие и к примеру паре подарить допустим Нина и Толя вышить небольшими именами буковками вот Нина и Толя к примеру одна пара там Вася и Женя там Евгения другая пара и так далее то есть вот такими замечательными я думаю брелочками останутся довольными каждой тому кому вы подарите в общем я надеюсь что вам понравился мой видео урок если да ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока пока